Здрасте! Мы продолжаем нашу рпшечку на зеленой долине. У нас тут уже утро и на самом деле недавно только закончилась уборка. С утра с похмелья, в общем-то, хмель мы собирали, как бы это странно не звучало. От наших работяг мы избавились, отправили их, в общем-то, работать в свои колхозы. Это наши старые знакомые, они приехали поддержать и сейчас они просят очень много денег за свои услуги. Мы пока не можем им столько платить, потом, может быть, они к нам вернутся. У нас здесь есть более дешевые рабочие, поэтому они, если что, нам помогут. В общем-то, друзья, что мы сегодня будем делать-то? Разумеется, нужно заниматься нашим полем и погнали туда, в принципе, посмотрим, в каком оно состоянии. Вот оно, наше поле, с него только собрался урожай. В общем-то, друзья, его нужно удобрить, его нужно перепахать, его нужно посыпать известью и его нужно чем-нибудь засеять. Но проблема в том, что у нас нихрена нету денег. Но, с другой стороны, у нас есть хмель, который мы собрали в прошлой серии. Он у нас хранится вот здесь вот. И вот его, собственно, здесь есть 42 куба, чуть больше. И в комбайне там еще пару литров осталось. Давайте откроем вообще, чтобы проветривалось все это дело, потому что запашок тут уже такой и так себе. Вот, в общем-то, единственный вариант, в принципе, нужно нам продать хмель. Потому что, кроме того, что у нас нет денег, у нас и нет техники. А нам нужны семена, нам нужна удобрялка у нас есть, нам нужен плуг, чтобы все это дело перепахать. Трактор у нас, слава богу, есть. Нам надо еще и решить, чем мы будем засаживать все наше поле. Потому что у нас есть только жадка для нашего комбайна, которая собирает подсолнухи, кукурузу и прочее такое в этом духе. И хмель, да. Наверное, мы тогда возьмем вот такую вот сажалочку. Может быть и у ПС-8 5-6 метров. В общем-то, ладно, мы к ней потом вернемся. Нам, конечно же, нужен плуг. И что-то мне подсказывает, что ПЛН-6 будет самым правильным решением. Хотя он всего лишь 2 метра. ПСК-ушка 3,6 метра. Но наш трактор ее может тупо не потянуть. Видимо, да. Видимо, придется брать вот этот. 2,500 он стоит. Но этого у нас тоже сейчас нет. У нас совсем проблемы с деньгами. В общем-то, нужно продавать хмель. Есть, собственно, два варианта. Это продавать его на нашем тракторе и на нашей телеге, которая 5 кубов вмещает. А еще у соседей я видел зелка. И надо попробовать его одолжить как-то у них. Будет намного быстрее. Потому что трактор 30 едет. 5 кубов это 3 часа будет он это все делать. Я думаю, имеет смысл пойти пошариться у соседей и посмотреть, что есть. Вон уазик у кого-то есть. Можно газельку взять. Тут барышня ее стоит и моет, да? Здрасте, соседи. Мать вашу. Не пройти к вам. Боже мой. Барышня, ты пошла бы позагорала, что ли? А то выглядишь как смерть. Ну ладно. Вон зелок у соседей стоит какой-то. Надо пойти, короче. Попросить его у кого-нибудь. Привет, девушка. Ау, есть кто живой? Ну и он нахрен, там вон злая собака в будке. Что-то мне вообще не хочется говорить, потому что он хороший мальчик. Тут какие-то соседи все бомжи. Нет техники, ни хрена нету. Он нарухлезь какая-то стоит. Трактор. Понятно. Газик стоит, но нас он не очень интересует нынче. Сюда, кстати, потом будем привозить пиво. Когда начнем его делать, будем привозить. Оно здесь будет для наших людишек продаваться. Разливное. Будем сами его пить. И, короче, крутота будет. Может, товарищи у вас что-нибудь есть, а? Нету? Вообще ни людей, никого. Как так-то? Вон, смотрите, тоже газончик стоит. Точнее, зил. Ау, есть кто живой? Чье говно? Хотим одолжить чуть-чуть. Тук-тук-тук, мать его. Э, здрасте, ваш зил стоит? Нет, не ваш. Жаль. Слушайте, ну раз никого нет дома, я думаю, можно его просто тупо нахрен угнать. Или нет? Нельзя. Это ваш зил? Да, он мой. А можно одолжить? Нет, нельзя. Короче, друзья, нашли мы чей-то зилок, одолжили его, и все хорошо. Погнали его тогда, перегоним к нам на базу. Для начала, друзья, давайте, наверное, выгрузим то, что у нас в комбайне осталось. Там 62 куба у нас было. Откроем трубу. Короче, она сама откроется. И подгоним зилка, чтобы высыпать в кузов вот эти 62 куба, которые там остались. Твою мать, ну что за приколы? Почему нихрена не работает как надо? Надо было, видимо, в комбайне нажать на кнопочку, чтобы она все высыпалась. Ладно, закрываем трубу и погнали в хранилище, наберем там, короче, что-нибудь. Засыпаем. Во, как оно работает, все. Давайте-ка, так, сколько у нас тут вообще осталось? А ну-ка, расскажи мне, падла. Так, чеснок это мне неинтересно. Хмель. 35 кубов у нас осталось, и еще то, что в телеге. Короче, 5, 6 раз даже надо будет съездить, это все дело отвезти. В общем-то, какого-то Васька отправляем, чтобы он это все дело возил, нам за это будет капать бабло. Также, друзья, пока он едет, давайте-ка пойдем отправим какого-нибудь Валерку отправлять, отправлять, удобрять наше поле. У нас есть свой зилок на этот счет, давайте перегоним его на поле. В нем тут осталось еще 1980 литров удобрений. Ну, получается он нормально, на 3 раза хватает. В общем-то, здесь тоже поедет какой-нибудь Василий. Кстати, имена не отображаются. Ну и ладно. В общем-то, тоже отправляем работать рабочего. Я думаю, он это все довольно быстро сделает. Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, зил уже поехал вторую порцию отвозить, а значит у нас уже появились какие-то минимальные деньги. Поэтому имеет смысл присмотреть какой-нибудь плуг себе для начала. Вообще, с учетом того, что у нас у трактора всего лишь 105 лошадок, то надо брать что-то прям совсем минимальное. И да, давайте вот этот возьмем. 2,1 метра. Основной цвет у него тоже пускай будет красный под цвет трактора. Стикеры установлены. Да, пускай стоят. Купить? Да. Остается 3000. Ну, на сейлку и на семена нам должно хватить. Я вот не знаю, поехать туда на тракторе своим ходом его привезти или на кразе. Поехали на кразе, наверное. Отцепляем, короче, вот это вот дело. Или поехали, наверное, просто туда на кразе и руками загрузим этот плуг туда. Можно, кстати, и сейлку сразу взять, наверное, тогда. Я вот, кстати, подумал, что, скорее всего, мы займемся сначала зерновыми, поэтому возьмем именно вот такую сейлку СЗТ 3.6А. Потому что нашим плугам после каждого посева пахать поля это вообще такое себе удовольствие. Так что мы возьмем ее. Правда, стоит она 7500 и надо, чтобы сначала наш товарищ, который возит хмель, доехал еще раз до точки продажи. А тем временем, кстати, Зелок закончил работу. И где водитель от него, а? Че сбежали-то сразу? Деньги получили и убежали. Ладно, погнали, поставим его тогда к нам в гараж. Все, пускай стоит здесь. Ворота, кстати, вот эти надо закрыть. Тем временем, кстати, пришла смс-ка о том, что зачисление средств было очередное за продажу. И у нас сейчас на балансе 7700. Поэтому можно, в принципе, ехать за сейлкой. Точнее, можно ее заказать, чтобы ее доставили. Вот, так что можно, в принципе, за ней ехать. С другой стороны, можно особо не торопиться, потому что раз мы туда поедем за всем этим дерьмом, то неплохо было бы подождать, пока еще у нас будут деньги, дабы купить семян и удобрений. Надо хотя бы по два мешка и того и другого взять. А стоят они по 900 евро за семена и по 2000 практически за удобрения. То есть, еще 6000 надо насобирать. Эх, как тяжело нам живется здесь. Кошмарный кошмар. Ладно, погнали, пока заводить краза. Пускай прогревается движок. Нормально все. Надо вот эту штуку поднять пока что. Я надеюсь, сейлка и плуг на платформу влезут нормально. Тут есть некоторые косяки с нашими рабочими. Их надо постоянно контролировать, сколько они забирают, чего, сколько привозят, сколько увозят. Поэтому сначала подождем, пока приедет валерон за хмелем. Проконтролируем, сколько он загрузит. А то они ж падлы, знаете, как бывает. Загружают больше, чем надо. Потом техника ломается. Еще недостачи эти. Ну, что я вам рассказываю. Все прекрасно знаете. О, едет. Все с ним нормально. Тут машина, не расшиби мне на таких скоростях гонять по таким дорогам. Ты что? Ладно, все нормально, не переживайте. Все равно не наша машина, чего уж там. Давай, загружайся. А у нас тут барышня, кстати. О, 7600 заправила и поехала дальше. Отлично. В общем-то, можно тогда садиться в нашего краза и тоже ехать. Можно даже барышню вперед пропустить. И, в общем-то, погнали. Итак, приехали. Надо, в общем-то, вот это вот все дело погрузить как-то на трал. И сейчас нам еще придут денежки за хмель. В общем-то, слава богу, что Вася у нас сильный и может вот так вот просто поднимать все эти вещи. Блин, я не знаю, насколько надежно вот это вот дело зафиксировано. Вообще ненадежно, наверное, да? И поперек ее ставить. Давайте ее поперек, наверное, поставим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не падай. Верх ногами так себе идея, да? Наш падл еще и не привязывается. Ладно, пофиг, пойдет. И плуг. ПЛН-6. Короче, его тоже надо каким-то образом погрузить. Вот так вот. Да вроде нормально. В общем-то, давайте тогда еще возьмем и... А денег у нас мало. Может быть, подождать. Мы можем взять два мешка с семенами и один мешок с удобрениями. Прямо сейчас. Давайте так и сделаем. Я думаю, этого по горло должно хватить. Во! Закинем их тоже на трал. Владелец, моя ферма. Нормально. Можно, кстати, закинуть сверху. И знаете что? Ремниши работают на поддоны, правильно? А если они работают на поддоны, значит, они прижмут и вот это все барахло. Нормально. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Во! А ну-ка попробуем это все дело. Во, видите, ремни обхватили поддоны. А значит, можно это все дело перевести. Значит, теоретически, раз они прижаты и зафиксированы, они прижимают сейлку и плуг. В живом случае, ехать обратно надо будет медленно, аккуратно. Поэтому погнали. Отличненько. Мы, по крайней мере, добрались до нашей базы. Причем без приключений. Один знак только сбили и все. Я думаю, его как-нибудь восстановят. В общем-то, надо тогда снимать все это барахло. Сначала, да, надо отцепить ремни. А что это? Что-то я про это-то забыл. Вот. И, конечно же, скидываем все это дело просто вот сюда пока что. А потом будем разбираться с ним. Блин, и все вверх ногами, короче, упало. Это не очень хорошо. Надеюсь, вместе с трактором оно перевернется. Погнали, возьмем тогда действительно трактор и попробуем это все дело подцепить. Противовеса, кстати, на нем нету, да? Может быть, проблемы потом будут. Ладно, заводимся, отцепляем прицепчик и погнали. Попробуем цепануть плуг и сейлку, чтобы они перевернулись. Да, все закончилось не так, как хотелось бы. Ну ладно, Вася сильный и... И вот такими вот движениями, в принципе, все обратно стало на свои места. Давайте как-нибудь поставим это все дело поаккуратнее к стеночке и проделаем те же самые манипуляции с плугом. Твою мать, все равно трактор перевернулся. Вот это попандос. Придется его тоже переворачивать. Э, воу-воу-воу. Полегче, поосторожнее здесь. Мы тут это... У нас тут непонятные какие-то телодвижения. О, встал, нормалды. Отлично. Ну что, погнали, тогда посмотрим, как он... Может ли на поле работать нормально или нет. Да, судя по управлению, вообще плуг его назад немножко перевешивает. Но это не прям критично. Потому что я думаю, что-нибудь да он сможет сделать с этим. Давайте-ка опускаем и... Ну да, 5 километров в час. Это будет на целый день. Ну, 6 иногда едет. Я чувствую, придется рабочему заплатить вообще уйму денег, чтобы он это все дело вспахал таким делом. Вообще-то, кстати, у нас нет выбора. Нам надо это все дело вспахать. Короче, Васька отправляем работать. Не Васька, а Валеру какого-то непонятного. Пускай, в общем-то, идет пашет. Ну, более-менее он это все делает. Вообще, когда мы с ним договаривались, он сказал, что типа, за 2 часа говно вопрос. Я тут все вам перепашу и все такое прочее. И только бутылку водки дайте, и все будет норм. Но ничего, пускай, в общем-то, работает. Удобрять мы второй раз это поле уже не будем, потому что у нас сейлка с удобрениями. Погнали, засыпем в нее то, что туда можно засыпать. Юху! Нормально, что Вася вообще супермены и может прыгать везде. Вообще, если мне память не изменяет, в эту сейлку литров 600 вылазит всего лишь. Поэтому засыпем столько, сколько туда засыпется. Все, больше не сыпется, да? 547 литров осталось. Какое-то некрасивое число. Мне кажется, можно еще. Или может быть просто в другой бункер надо? Нет? Ну ладно. Давайте то же самое проделаем с семенами. Только их надо бы перевернуть как-нибудь. О, семена сыпятся. Сколько тут осталось? Ни хрена не высыпалось вообще. А ну-ка. Точнее, не семена, а удобрения. Во, что-то пошло. Что-то спанулось. Ну прям как-то мало. Может еще можно? Нет? Блин, пока не подцепим, не узнаем. Ну и ладно, пускай в общем-то стоит. Давайте этот поддон тоже уберем куда-нибудь, чтобы не мешал. Ну что ж, в общем-то, закончилась у нас транспортировка. И я думаю, что надо поехать и вернуть этого зелка тем, у кого мы его взяли. А чтобы еще вспомнить, где мы его взяли, это было бы вообще прям замечательно. Да, по-моему, вот у этих товарищей. В общем-то, запаркуем обратно на место. Там котейка на крыше спит. С открытыми глазами спит. Кошмар какой. Ладно. Возвращаемся пока что к себе на базу. И можно пока что открыть финансы, посмотреть что да как. В общем-то, доходы от продажи урожая у нас 26 тысяч, 26 с половиной. Это неплохо. Заработная плата 1700, это до хрена, конечно. Плюс расходы на удобрения, расходы на семена, это все понятно. Расходы на аренду техники, это тоже понятно. Пришлось косарь за зелка заплатить. Но, в общем-то, по крайней мере, это вышло намного быстрее. Я думаю, если бы мы нанимали рабочего на тракторе, чтобы он возил все это дело, мы бы заплатили больше. И новая техника 10 тысяч. Это новый плуг и новая сейлка. В общем-то, пускай пока работает, мы пойдем покушаем что-нибудь. Там уже будем смотреть что да как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и наконец-то, в общем-то, закончена пахота. Работник, конечно, делал это намного больше, чем 2 часа обещанных. Но мы все прекрасно понимаем из-за чего. Надо, в общем-то, собирать денежку на новый трактор. Ладно, поехали, в общем-то, поставим это все дело и будем сеять. А таки да, абсолютно некрасивое значение в плане того, что цифры вообще не круглые. В общем-то, засеивать мы будем соевые бобы. Они дорогие, они пойдут сразу же на продажу. Поэтому в следующий раз купим жатку и будем убирать уже их. А сейчас погнали сеять. Давайте-ка еще посмотрим, как оно будет у нас посев производить. Отлично, быстро и довольно-таки широкая сейлка у нас. Ну, по сравнению, разумеется, с плугом. В общем-то, некая дама у нас поехала. Все это дело делает, так что пускай. Нам же надо, кстати, будет следить за количеством семян, количеством удобрений, которые у нее есть. Потому что оно будет заканчиваться, надо будет это дело все подвозить периодически. А тем временем, друзья, у нашей работницы заканчивается удобрение. Поэтому надо ей, короче, вот этот мешок на поле сейчас отнести. Так он что-то вообще не хочет туда нестись. Да хорошего ронять, господи. Эй, во-во-во, стой, дружище. Ну, куда ж ты поехала? Ладно. Оно там сыпалось, и она поехала. Хотя, походу, она все заправила нормально. Отодвигаем его, в общем-то, в сторону и продолжает, спасев. В общем-то, семена там тоже заканчиваются, поэтому погнали принесем еще и семян. И успел вот как раз вовремя. Только и закончились. Давайте сначала, там еще и мало осталось, получается, удобрений. Закинем удобрений сначала, чтобы полный бак удобрений был. А то он стартанет, потом опять поедет. Во. Теперь семена. Ну и, в общем-то, пускай стоят здесь. А мы уже, друзья, с вами встретимся, когда закончится весь этот сложный процесс. Вот твою мать, вот как я не люблю вот такие вот приколы, когда заканчиваются семена и осталась вот буквально маленькая чуточка. Весь поддон был израсходован. Я думаю, друзья, быстрее будет не нести сюда поддон, а съездить на тракторе и заправить там сейлку. Подъезжаем, открываем эти штуки. Штуки, крышки, короче. У нас есть еще один поддон на 1000 литров. Короче, если засеивать соевые бобы, то больше куба уходит на наше поле. Вроде как все. Похоже, по крайней мере, на правду. Да, закрываем крышки. Сказал, закрываем. Работница здесь так нормально подхалтурила. Давайте, короче, откроем крышку и засыпем остатки удобрений. 157 литров тут осталось. Это, кстати, может все даже и не влезть. Я не помню, сколько там бак. Хотя, не, наверное, все влезет. Да, все влезло. Бак около 200 литров. Я как-то не обратил внимания. А вот на что я обратил внимание, так это на то, что периодически какой-то синий дым из МТЗшки идет. Я не знаю, это связано с износом или так и надо. Видите, какой-то он синеватый. А бывает иногда вообще прям синий-синий. Ну вот и все. Вот и закончен посев. Погнали припаркуем все это добро где-нибудь у нас на базе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот. Вот так вот. Не знаю, комбайн, наверное, давайте поставим обратно на место. Силка-то нам не понадобится в ближайшее время. До завтрашнего вечера, по сути дела. А комбайн скоро понадобится. Ну, чтобы он стоял аккуратненько, более-менее. У нас к нашему комбайну есть на выбор две жаточки на 6 и на 7 метров шириной. Наверное, мы купим на 7. Их разница в тысячу, но это же целый метр. Но это, друзья, уже будет в следующий раз. У нас еще полторы тысячи спишутся за кредит ночью. Вырастут соевые бобы. И в следующий раз мы их уберем. Наверное, сразу продадим. И еще какое-то обновление по технике после этого у нас последует. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Поддержите, пожалуйста, серию Лосиком. Вам не сложно, мне приятно. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Подключайтесь к нашему каналу в Дискорде. Пишите свои комментарии по поводу нашего развития. В общем-то, всем спасибо, друзья, за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Продолжение следует...